Что будет, если не есть 2 недели и пить только воду? Что будет, если заменить все напитки водой? Что будет, если пить одну только воду 14 дней? Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале школы доктора Скачко. А я — врач, физиотерапевт, диетолог, нутропат Борис Скачко. Автор более тысячи опубликованных видео в интернете. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг заказать и купить через интернет можно. Сегодня решил продолжить серию видео «Что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже». И рассказать еще некоторые особенности. Как правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней? А именно, что будет, если не есть 14 дней и пить только воду? Иными словами, что будет, если заменить все напитки водой и пить только воду 2 недели? Достаточно много экспертов рекомендуют не есть какое-то количество дней и пить только воду. И кто-то это называет водная диета для очищения организма от шлаков и токсинов. Кто-то водная диета для похудения. Кто-то разгрузочная диетическая терапия. А раньше называли проще лечебное голодание. И если вы решились на такой способ, считаете, что полное очищение организма от шлаков и токсинов у вас произойдет, полностью вы не очиститесь, вода — отличный растворитель, но не все шлаки и токсины вода способна растворить и вывести из вашего организма, но. Наблюдая за теми изменениями, которые у вас будут происходить, вы сможете провести диагностику организма в домашних условиях и совершенно бесплатно. И как это сделать правильно, вы узнаете в этом видео. Что будет, если не есть один день, заменить все напитки водой и пить только воду одни сутки? У большинства идет очищение организма водой от шлаков и токсинов в режиме реального времени. Но! Если у вас появилась боль в подложечной области, тошнота, возможно горечь во рту, то с наибольшей вероятностью у вас есть эрозивный гастрит. Вам не нужна фиброгастроскопия для того, чтобы уточнить этот диагноз. Но! Возможно, вам нужно исследовать свой желудок и узнать нет ли там других проблем, нет ли другой патологии. Но! Уже с этого периода времени вам нужно лечение эрозивного гастрита. И нужно успеть вылечить эрозивный гастрит, чтобы не появился атрофический гастрит. Это следующая стадия этого процесса, при которой в еще большей мере нарушается переваривание белковой пищи как животного, так и растительного происхождения. У вас снижается работоспособность физическая, либо интеллектуальная не имеет значения. Падает иммунитет, снижается скорость обменных процессов и вы стоите. Следующая стадия движения патологии в желудке. Это рак желудка. Это абсолютно недопустимое состояние, которое легко предотвратить на начальном этапе. И однодневное голодание помогло выявить первую стадию этого процесса вовремя. Если же у вас все происходит хорошо, очищение организма водой от шлаков и токсинов продолжается, то трехдневное голодание позволит вам выявить еще некоторую скрытую патологию, возможно, на которую вы не обращаете внимания. И что это за патологию? Вы узнаете прямо сейчас. Что будет, если не есть три дня? Заменить все напитки водой и пить только воду трое суток? В вашем организме активно расходуется энергия, запасенная в углеводах, белках и жирах. Депо углеводов самое маленькое. Углеводы заканчиваются обычно к концу первых суток. И если у вас присутствует хорошая работа печени, в ней включается глюконеогенез. Иными словами, переработка белков и жиров в углеводы, чтобы вы не попали в гипогликемическую кому. И если ваше самочувствие на вторые-третьи сутки не нарушается, скорее всего у вас хорошая работа печени присутствует. Если же самочувствие нарушилось, скорее всего в печени не успел включиться глюконеогенез. Иными словами, вы не все знали, что делать, если у вас есть печень и почки. И не поддерживали вашу печень в хорошем состоянии. А значит у вас состоялась диагностика. И вы без УЗИ можно уже предполагать в вашей печени явление гепатита, стеатогепатита, либо жирового гепатоза. Конечно, с помощью УЗИ, с помощью лабораторных методов исследования можно уточнить и конкретно какая патология присутствует, степень ее нарушений и каким образом это компенсировать. Но! Диагностика у вас состоялась. И прекращать водную диету для очищения организма нет необходимости. В данном случае вы можете выявить еще некоторые особенности работы своего организма. Но! После окончания водной диеты печенью заниматься нужно. Печень – это метаболический мозг вашего организма, который управляет обменом и белков, и жиров, и углеводов, и витаминов, и макро-микроэлементов. И если этот обмен нарушен, как правило, у вас присутствует метаболический синдром. Это название от оптимистов. Иными словами, нарушение обмена углеводов – это сахарный диабет. Нарушение обмена жиров – это атерослероз сосудов. Нарушение обмена белков – это подавра и почечная недостаточность. Как правило, к этому комплексу присоединяется четвертый компонент – это гипертоническая болезнь. Которая и выносит приговор. И сахарный диабет, и атерослероз сосудов. И нарушение белкового обмена приводит к тому, что сосуды у вас не в лучшем виде. И повышенное артериальное давление может спровоцировать инфаркт, либо инсульт в любое время и в любом месте. Иными словами, закрывать глаза на проблему не нужно. Но водная диета для похудения, для очищения организма от шлаков и токсинов, помогла вам выявить скрытую патологию, либо патологию, на которую вы не обращали внимания. И помочь вам, смотивировать вас, решить эти проблемы, чтобы жить лучше и дольше. Правильный ответ на вопрос «Что будет, если не есть 7 дней?» Заменить все напитки водой и пить только воду в неделю? Зависит от того, как вы понимаете, что такое правильная подготовка организма к водной диете для очищения от шлаков и токсинов. Что я имею в виду? Определяющий момент – тот день, когда происходит сброс застоявшейся желчи, и из кишечника выделяется зловонное содержимое. Очень важно, если вы все делали правильно. Это произойдет на седьмые сутки. Именно потому, что седьмой день водной диеты – это своеобразный водораздел. До этого периода времени происходит реальное очищение организма водой от шлаков и токсинов. После этого события происходит, продолжается очищение организма водой. Но в организме развиваются дистрофические процессы. Собственно, сброс желчи, если он произошел без сюрпризов. Иными словами, у вас не появились боли в подреберье, не появилась желтуха. То вы провели диагностику содержимого желчного пузыря. И с наибольшей вероятностью там отсутствовали конкременты. Иными словами, у вас не появилась механическая желтуха. И у вас нет необходимости обращаться к врачу-гипотологу. Если же сброс желчи произошел раньше. Возможно, вы плохо подготовились к этой диете. Возможно, вы до этого плохо занимались своим организмом. Ваша печень плохо очищала кровь. И во время этой диеты у нее была дополнительная нагрузка. Поэтому сброс желчи произошел раньше. Возможно, вы не создали нужные запасы белка в организме. Продолжительность водной диеты определяет не запасы углеводов. Они заканчиваются первые сутки. Не запасы жиров. Они и не заканчиваются на такой диете. Очень сложно находиться на диете до последней капли жира в вашем организме. А определяет запасы белка. И чем меньше запасы белка вы создали в своем организме. И чем более активный образ жизни вы вели. Тем раньше возникнет необходимость в холостом сбросе желчи. А также сброс идет всех пищеварительных ферментов. Иными словами, пищеварительных ферментов слюных желез, желез желудка, поджелудочной железы, тонкого кишечника. Ферменты сбрасываются в кишечник. Оттуда попадают в кровь. И дальше расходуются как обычные белки. Сгорает как источник энергии. А также используются и хаминокислоты как пластический материал в любых органах и ткани. Еще несколько дней после этого ваш организм может находиться на водной диете для очищения. Эти белки расходуются. А дальше возникает жесткий белковый дефицит. И атрофические процессы. И правильный ответ на вопрос. Что будет, если не есть 14 дней? Либо 2 недели. Да, очищение организма водой у вас происходит. Но после сброса желчи очень дорогой ценой. Иными словами, ценой дистрофических изменений в активно функционирующих органах. А это мышца сердца. А это головной мозг. А это работающие почки. Ну и конечно мышечная ткань тоже будет растворяться. Постепенно уменьшаться в объеме. Про иммунную систему я волчу. Она в данном случае работает по остаточному принципу. То есть вероятность того, что у вас разобьются впоследствии различные иммунодефицитные состояния, она достаточно велика. Если у вас не обострятся бактериальные, вирусные инфекции, то на этом фоне очень вероятно, что в организме плохо будут контролироваться онкоклетки. Иными словами, может возникнуть онкопроцесс в любом органе, в любое время, спустя несколько лет после того, как вы неправильно провели водную диету для очищения организма. Иными словами, правильный ответ на вопрос, что будет, если не есть 14 дней, заменить все напитки водой и пить одну только воду 2 недели, зависит от того, насколько большие запасы белка вы создали в своем организме, используя анаболическую функцию печени. От того, насколько активный образ жизни вы вели, имеется в виду, чем более пассивный образ жизни, тем меньше негативных проявлений может развиться на этой диете. А также, чем более комфортных экологических условиях вы проводили очищение своего организма, не перенапрягая работу печени и не испытывая работу иммунной системы, не проверяя ее способность уничтожать все онкоклетки, чтобы жить лучше и дольше. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моих каналов словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, не забудьте поставить на него лайк. А я подумаю, как лучше написать следующее видео и опубликовать на своем канале. До новых встреч на моих каналах Доктор Скачков и Школа Доктора Скачков!